Кладем кирпичную кладку, историческую, шлифуем его, восстанавливаем заново все. Речь о том самом кирпиче, который не давал покоя горожанам в середине июня. Тогда в социальных сетях обсуждали, что историческое здание планируется носить. Уже и кирпичи разобрали. Оказалось, убрать кладку требовалось для другой цели. Столкнулись с тем, что долгий период нам пришлось лечить сруб. Самое главное за кирпичной стенкой вот то, что находилось. Мы его полностью сохранили, мы его полностью весь очистили. И на данный момент идет уже сборка кирпича. До конца октября здесь планируют закрыть контур, то есть полностью завершить сборку крыши и отделку кирпичом. Так здание войдет в зиму, а уже после будут идти работы внутри объекта. Окончательно закончить реставрацию собираются осенью следующего года. Это, конечно, очень большие вложения, это трудозатраты. Мы видим, что действительно это не халтура, это действительно стремление сохранить, как было. И я так понимаю, что это, наверное, стоит больших денег. И огромное спасибо тем, кто вкладывает эти деньги в хорошую качественную реставрацию. Правда, много исторических зданий по-прежнему находятся в плачевном состоянии. К примеру, давно ждет своего часа дом купца Паскотинова. Объект огромной площади год от года буквально рушится на глазах горожан. Еще в 2015-м предприниматели говорили, чтобы его отреставрировать, нужно разобрать по кирпичику и заново собрать. Тогда речь шла о сотне тысяч рублей за квадратный метр. Но пока инвесторы с неохотой смотрят на этот памятник культуры, ставший туалетом под открытым небом. К тому же он находится в федеральной собственности. Несколько десятилетий в более-менее вот таком полуразрушенном состоянии он еще простоит. Но это не значит, что его надо в таком состоянии оставить, а еще подождет. Ни в коем случае. Его чем раньше начнут реставрировать, тем больше вероятность, что его все-таки отреставрируют и приведут в приличное состояние. И здесь можно будет что-то разместить, например, выгодное для бизнеса. Кто-то высказывает идею, что здесь можно сделать, например, казино. То есть перенести вот эту из сибирской монеты, да, и горную зону сюда. Еще одна из идей – разместить в отреставрированном здании гостиницу для паломников. Предложений много, но реализовать их никто не торопится. Однако историк надеется, что однажды и этот памятник архитектуры будет обновлен и реконструирован. А после он мог бы приносить пользу городу и был бы востребован не только у бомжей, но и у туристов. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Татьяна Голубева, Алексей Фризин.